Продолжение следует... Поэтому, несмотря на такой непростой 2020 год, отказываться от новогоднего настроения вовсе не стоит. Поэтому мы уходим от политики и героями данного специального репортажа делаем самих себя, творческую группу телеканала «Репортер». Раз в год, уверена редакция канала, мы можем развернуть объективы наших камер в сторону производственного процесса. Поэтому добро пожаловать на внутреннюю кухню телеканала «Репортер». Мы переходим в Newsroom, это комната, где сначала новая зарождается, а потом уже обретает ту форму, в которой вы видите ее на своих телеэкранах. Ну что ж, проходим. Сейчас мы поговорим с одним из редакторов новостей на телеканале «Репортер» Константином Гречаным. Расскажи, как создаются новости в целом. Добрый день. Дневные новости у нас разбиты на 5 блоков. Сейчас я как раз проверяю второй, украинский блок. Первыми приходят, у нас их отписывает журналист, специально который заточен под это дело, который следит за лентой. И мы редакторы, безусловно, следим тоже. Третий, четвертый блоки – это «Международка». Первый – это «Одесса». То, что снимаем непосредственно мы, корреспонденты-репортеры. И первыми мы закрываем «Международку». Потом идет «Одесский блок», новости из которого расширяются, дополняются. И, собственно, из них потом формируется наш вечерний выпуск новостей с нашей прекрасной ведущей Ксенией Жаровой. И вот «Одесситы» уже видят законченный продукт. Но если мы будем заточены исключительно под вечерний выпуск новостей, тогда теряется оперативность. Для этого нужен как раз «Одесский первый блок», который в три часа мы стараемся закрыть, чтобы зрители телеканала «Репортер» первыми узнавали самые главные новости нашего города. Как только новость проверена редактором, она передается в руки журналисту, который ее уже озвучивает. Сейчас в начиточной находится наша журналистка Кристина Черновалова. Кристина, мы тебе немножко помешаем. Как тебе удается написание стендапов? Объясняю для наших телезрителей. Стендап – это журналист, появляется в кадре первым и объясняет вам тему, о чем будет идти речь в сюжете. Расскажи, как у тебя с этим делом, потому что на телевидении мы видим, что оно выходит с первого раза. Как на самом деле? Я пишу стендапы долго, и это правда. У меня зависит мой стендап от того, с каким оператором я пишу стендап. Я не знаю, как это объяснить. Есть операторы, с которыми ты постоянно смеешься во время съемки, и ты не можешь сосредоточиться. А есть, которые это с первого раза прочитал, запомнил, сделал в шоу. То есть кто-то посмеется, кто-то скажет неправильно, но у меня стендапы зависят напрямую от оператора и от его работы. Я забыла. Сейчас. Новый 2021 год в Одессе уже... Ярч, еще раз. Где уже традиционно наряжают, елку, еще раз. Новый 2021 год в Одессе уже... Мой самый первый сюжет на канале был про камни-баланс. И дался он мне не то чтобы сложно, скорее сложно эмоционально. Я очень вспыльчивый, очень резкий человек, и на такой съемке приходится расслабиться, все отпустить. И немного задуматься о том, что иногда эмоции бывают лишними, хотя в нашей работе они и могут пригодиться. Самым сложным для меня до сих пор остается импровизация. Когда впервые пришлось выйти в прямой эфир во время выборов, было страшно, было неловко. Но многие все же сказали, что получилось. Я им не верю, но получилось. Наверное. Да. Да. Кстати, об операторах. Залог успеха любого телевизионного продукта – слаженная работа корреспондента и оператора. Если между ними тандема нет, как модно нынче говорить химии. Все, пиши, пропало. Проект, новостной сюжет оказываются под угрозой срыва. Наши операторы, к счастью, люди сами по себе творческие. И нас, подносчиков штативов, кофров и микрофонов, понимают с полуслова. У меня офигенная работа вообще, просто на самом деле. Помимо журналистов, на нашем телеканале работают прекрасные операторы. Они не только хорошо снимают, но и делают настроение всему каналу. Допустим, весь ньюс-рум в новогоднее настроение украсила Юлия Польнова. Юлия, расскажи, чем тебе запомнился 2020 год на телеканале «Репортер»? В этом 2020 году мы посетили очень много разных мест, разных уголков нашего города, нашей области. И мне очень нравятся такие творческие съемки, например, у моря или какие-то там развалины. Это еще больше вдохновляет и стимулирует на дальнейшую работу. В начале своего пути я замечала, что мужчины-операторы относятся к девушкам-операторам не очень хорошо. Или считают, что если девушка, значит она не профессионал. Или особенно если у нее не огромная большая такая камера, а какой-то просто фотоаппарат, на который я снимаю, то, ну вот, значит она любитель или снимает только для себя. Но на самом деле это не так. И вот спустя время мне удалось развеять этот стереотип. И очень часто бывают такие съемки, когда я прихожу там с журналистом 2 метра, и я такая маленькая, и все думают, что журналист – это оператор, а я вот журналист. Хотя, когда я рассказываю, что вот нет, это я буду вас снимать, люди обычно удивляются. А вот познакомьтесь, это наш монтажный цех. Именно цех, бывало, покидали наши ударники труда глубоко за полночь. Наташа, Валера и Вася также поздравляют вас с наступающим 21-м. И надеются, что он точно будет получше 20-го. Наши режиссеры монтажа немногословные. Не потому, что они дали обет молчания или в розыске. За них лучше всего говорят дела. В частности, этот материал собрал один из этих моих талантливых коллег. Не будем мешать, держим курс в студию. А сейчас мы находимся именно в том месте, откуда на ваших телеэкранах появляется вот та информация, которую за день накапливают наши журналисты. Сегодня мы пообщаемся с нашей телеведущей Натальей Апарой, которая ведет итоговый выпуск новостей на телеканале «Репортер». Наталья, расскажите, какой этот год был для вас, и что можете пожелать нашим телезрителям? Хочу сказать, что 2020 год был для телеканала «Репортер» особенным. Мы впервые работали в условиях пандемии, продолжаем работать. Мы пережили выборы. Значительно обновился кадровый состав телеканала «Репортер». И что очень приятно, сегодня вместе с опытными журналистами, которые работают на телевидении и в средствах массовой информации уже более 10 лет, успешно трудятся и молодые ребята. Это студенты факультета журналистики Национального университета Одесская юридическая академия. Это студенты факультета искусства и дизайна Международного гуманитарного университета. И эти ребята сегодня прекрасно справляются в роли журналистов, в роли операторов, в роли режиссеров. Конечно, были трудности в 2020 уходящем году, но этот год показал нам, научил нас о том, что если рядом настоящие друзья, если рядом надежные, верные единомышленники и такая классная сплоченная команда, которая собралась у нас на «Репортере», то не страшны никакие проблемы. Три, два, один, поехали. В прямом эфире «Репортера новости» в студии Ксения Ажарова. Здравствуйте. На самом-то деле новость – это очень ответственно, потому что каждый день ты видишься с нашими дорогими зрителями, и ты любую информацию должен преподнести именно правильно, для того, чтобы она не была какой-то шоковой, но и, соответственно, вызвала какой-то определенный отклик. И я все, что рассказываю, я пропускаю через себя, и мне очень важно общаться, делиться с вами. И я хочу узнать, чтобы в следующем году было побольше позитивных новостей. Помимо качественных новостных продуктов, в последнее время на телеканале «Репортер» выходят и проекты. Один из таких – это промоутер с Валентином Федоровым. Сейчас со мной стоит Игорь, который непосредственно причастен к созданию данного проекта. Расскажи самые интересные моменты со съема, которые по тем или иным причинам не попали в эфир, но которыми ты хочешь поделиться с нашими телезрителями. Да, ты прав, не все попадает в эфир, потому что то, что происходит на съемочной площадке, в зале, где мы снимаем, мы не все можем взять, потому что мы ограничены по хронометражу, и плюс зачастую эти яркие, смешные моменты проходят внутри команды, внутри процесса. В студию «Репортера» светлую, а главное – теплую в 2020-м приходили самые разные собеседники – спортсмены, актеры, политики. Главное – это были люди, которым было чем поделиться со зрителями. Слово, как и нашим ведущим. Ребят, ты редактор новостей на телеканале, репортер, ведущий. Расскажи, были ли какие-то фейловые моменты за этот год, которые ты можешь припомнить? Их очень много, но на памяти, может быть, не самый уместный, но помнится мне, я попал в собачий приют. У меня был стендап, связанный с тем, что так как-то звучало, что на меня уставлено столько-то пар глаз, а, к сожалению, оказалось, что у одной собачки всего лишь он один, а я назвал четное количество. Скажи, сложно вообще ли работать с гостями в студии, потому что люди бывают разные, с разными темпераментами, темпераментами, характером? Да, 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 это очень сложно. Ты здесь не только ведущий, но и психолог, у которого буквально до момента включения камеры есть пять секунд понять, есть ли гость впервые у тебя, что это за человек. Есть люди, которых, что называется, нужно вытягивать, хотя они сами по себе интересны спикеры. Есть люди, которые очень сильно закрываются, зажимаются, как будто бы набрасывают плащ-палатку на себя и больше ни слова не хотят говорить, потому что здесь камеры, их нужно раскрепостить, настроить на этот лад, такой доверительной беседы у костра. Но есть люди, которых тяжело остановить и нужно вовремя, как опытный водитель на скользкой дороге, притормаживать. Как и в любом оркестре есть свой дирижер, так и телеканал «Репортер» звучит под руководством главного редактора Виталия Хемия. Да и этот специальный новогодний репортаж не получился бы без его правок и дружеских наставлений. Все-таки человек почти 15 лет в профессии. Может позволить. Год вызовов, год новых, скажем так, вершин, которые нужно было покорять. Покорять мне, как с одной стороны, педагогу и редактору, покорять коллективу, людям, которые в профессии, как говорил мой бывший главный редактор, без «Году неделя». Но есть старание, есть желание. У нас есть желание помогать, есть желание учить с другой стороны, чтобы мы, в общем-то, были таким вот монолитом и радовали нашего зрителя. Зрители у нас есть. Не так важно, как наши зрители получают информацию от нас. Это может быть телеящик, да, может быть, там, гаджет, там, что угодно. Но главное, мы создаем телевизионный продукт и благодаря технологиям 21 века, 20 века, этот телевизионный продукт не стыдно показывать. Люди, которые его потребляют, нам благодарны. Это главная наша награда. И пожелание нашим телезрителям, вот, что бы вы хотели пожелать, как им провести следующий 21 год? Или встретить его? Подальше от больничных палат, самое главное пожелание, оно актуально не только в 21 году, но и вообще. Мы будем стараться делать так, чтобы вы, живя в 21 году, не ощущали себя в информационном вакууме. Не получать информацию вообще никакую, но это, наверное, хуже одиночества. Вот такой он необычный, креативный и дружественный телеканал-репортер. Дорогие друзья, мы желаем вам счастья, любви, мирного неба над головой и здоровья вам и вашим близким. Пусть 2021 год будет намного лучше 2020-го. С Новым годом, дорогие телезрители! Василий Базовлук, Герасим Олесенков, Константин Нечерет, телеканал-репортер.